Рассказать простым американцам всю правду о войне в Украине. Так американский телеведущий Таккер Карлсон описал цели своего интервью с президентом России Владимиром Путиным. «Ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в конфликт Владимира Путина. Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас». Тем самым Карлсон вырывает факты из контекста, подливает масло в огонь теориям заговора. Чтобы, следуя его логике, докопаться до истины, он обещал своим зрителям поднимать острые вопросы о войне в Украине. Но едва Карлсон проговорил свой первый вопрос, Владимир Путин перехватил инициативу. «Тогда я позволю себе 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. Вы не против?» 30 секунд растянулись на 30 минут, а причиной войны в Украине Путин начал объяснять со времен призыва варягов на Русь. Такер Карлсон попытался подвести президента к более актуальным событиям. «Но как это связано с произошедшим два года назад?» Но безуспешно. Вместо прямого ответа Владимир Путин вручил ему папку с копиями писен Богдана Хмельницкого. Когда собеседники все же добрались до современных событий, Путин отметил, что Россия еще не достигла своих целей в Украине. Потому что, цитата, одна из целей – это деноцификация. «Я говорил ему, что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил. Это отдельная тема, я считаю это некорректным». Наблюдатели поймали Путина на фактической ошибке. Отец действующего президента Украины Александр Зеленский родился только в 1947 году, а значит, участвовать в войне не мог. В остальном же ответы Владимира Путина – это повторение уже всем известной позиции Кремля. Например, то, что Россия уже давно готова к переговорам, а Украина уклоняется. Что Россия не собирается нападать ни на Польшу, ни на Латвию. А также то, что украинцы якобы и сами считают себя русскими. А обвинение в том, что Кремль угрожает миру ядерным оружием, Владимир Путин считает надуманными. «Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налога, налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на Украинском театре военных действий». При этом острая для россиян тема мобилизации за два часа интервью упоминалась только один раз. И даже не в российском контексте. «Было бы смешно, если бы не было так грустно. Бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы». Владимира Путина нашелся однозначный ответ и на вопрос об организаторах подрыва на Северном потоке. Хотя про доказательства ничего конкретного он сказать не смог. «Кто взорвал Северный поток?» «Я был занят сегодня». «Я не взорвал Северный поток». «У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. Но у CIA такого алиби нет». Действительно новая информация касалась задержанного в России американского журналиста Эвана Гершковича. Владимир Путин намекнул, что журналист сможет вернуться в США, если американские спецслужбы пойдут навстречу их российским коллегам. «Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Речь идёт, вероятно, о россияне Вадиме Красикове, который отбывает пожизненное заключение в Германии за то, что в 2019 году в Берлине застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Будет ли Шольц обсуждать в США обмен Красикова на Гершковича, этот вопрос журналистов в Берлине оставили без ответа. «Я ничего не могу сказать по этому поводу». Активнее всего интерес к этому интервью подогревали в России. С конца января в российских СМИ было более двух тысяч публикаций. При этом зарубежные коллеги уже раскритиковали Карлсона за плохую подготовку, которая играет на руку российской пропаганде. Несмотря на свои обещания, американский журналист по-настоящему острых вопросов, например, о военных преступлениях в Мариуполе или Буче, так и не задал. «Спасибо, господин президент». Спасибо большое. Продолжение следует...